Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике собраны самые интересные новости железа и игр, поэтому досматривайте его до конца, чтобы быть в курсе происходящего. И с вашего позволения я хочу начать с официального заявления по поводу ARM. Nvidia официально отказалась от планов по приобретению компании ARM Limited у японского холдинга SoftBank. Многомиллиардная сделка сорвалась из-за препятствий со стороны регулирующих органов. Хуан говорит, что у ARM светлое будущее и мы будем продолжать поддерживать их в качестве гордого лицензиата на протяжении десятилетий. ARM находится в центре важной динамики вычислительной техники и хоть мы не будем одной компанией, мы будем тесно сотрудничать с ARM. Еще Хуанг ожидает, что ARM станет самой важной архитектурой центральных процессоров следующего десятилетия. Напомню, что о планах приобрести ARM Limited зеленые объявили в сентябре 2020. Эта покупка изначально обошлась бы Nvidia в $40 млрд, но с учетом роста акций данная сумма увеличилась до $66 млрд. А поскольку сделка все-таки сорвалась, то SoftBank получит от Nvidia $1 млрд и $250 млн в качестве неустойки. Что касается ARM Limited, то SoftBank начнет подготовку к IPO или первичному размещению акций. Еще после того, как Nvidia официально подтвердила о прекращении покупки ARM, генеральный директор ARM ушел в отставку, а его место занял Рене Хаас. И новый директор сказал, что несмотря на то, что финансовое положение ARM как никогда улучшилось, компания вынуждена уволить часть своих сотрудников. В этом году Nvidia приступит к выпуску графических процессоров с архитектурой Hopper для дата-центров. Если верить неофициальным источникам, флагманский чип Nvidia GH100 станет еще более монструозным, чем его предшественник. Новому GPU приписывают наличие 140 млрд транзисторов, то есть в 2,6 раза больше, чем есть у GA100. Его площадь составит около 900 мм2, что является заслугой 5-нанометровой технологии TSMC. А к примеру, у 7-нанометрового GA100 этот показатель равен 824 мм2. В настоящее время трудно сказать, будет ли Nvidia GH100 использовать все-таки монолитную компоновку или останется монолитным GPU. Прямые конкуренты в лице Intel Ponte Vecchio и AMD Instinct MI250X используют ядра с несколькими кристаллами. Причем у них буфер HBM2E находится на одной подложке с процессором. Сама же официальная презентация архитектуры Nvidia Hopper должна состояться на конференции GTC 2022. Купить сейчас RTX 3080 или RTX 3090 довольно дорого, а вот сделать из клавиши RTX 3080 в стиле Rock Strix вполне реально. Весьма оригинальный аксессуар был замечен в продаже в Китае под названием Asus Rock Strix Touchstone. Он представляет собой необычный колпачок для одной из кнопок клавиатуры, стилизированный под топовую видеокарту Asus. Колпачок выполнен из алюминиевого сплава, а крошечные крыльчатки действительно могут вращаться, ведь в них используются миниатюрные шарикоподшипники. Топовая RTX 3080 предназначена для установки прежде всего на правую клавишу Shift, но может применяться и с другими кнопками. Аксессуар поставляется в упаковке, которая повторяет оформление коробки настоящих ускорителей Rock Strix. При этом цена изделия довольно высока и составляет 75 долларов США, но это всё равно куда дешевле видеокарты. Мастера оверклокерского цеха продолжают изучать возможности оперативной памяти DDR5. Гонконгский энтузиаст опубликовал в базе HWBot доказательства работы одного модуля G-Skill Trident Z5 в режиме DDR5-9560. Тем самым он стал первым оверклокером, которому удалось раскочегарить планку оперативной памяти сверх 9000 эффективных МГц. В эксперименте участвовала материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Apex и процессор Core i9-12900K с четырьмя активными ядрами. Для охлаждения модуля оперативной памяти и CPU использовались стаканы с жидким азотом. А чтобы запустить планку АЗУ в режиме DDR5-9560, формулу задержек пришлось ослабить до 120-120-120-120-127-2. Крупнейший немецкий ритейлер MindFactory опубликовал и статистику продаж процессоров за пятую неделю этого года. Тут по-прежнему лидирует AMD и ее доля составляет 55,4%, а доля Intel 44,5%. Однако за неделю доля AMD сократилась на 3,2%, хотя в самом рейтинге продаж красные чувствуют себя уверенно. Даже несмотря на то, что Alder Lake получились очень удачными, лидерство по-прежнему за хитами линейки Ryzen 5000. Первые четыре позиции держат Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5900X. Самый популярный из процессоров Intel лишь на пятом месте и это не представитель серии Alder Lake, Acura i5 11400F. Хотя уже за ним следует пара моделей Alder Lake и это 12700K и 12600K. И несмотря на то, что процессоры Alder Lake постепенно находят своих покупателей, хиты на Zen 3 по-прежнему продаются в намного больших количествах. Intel ищет новые пути для дальнейшего сохранения лидерства в отрасли полупроводниковых микросхем. В прошлом году Intel хотела приобрести компанию C5 за 2 млрд долларов, а это один из ведущих разработчиков процессоров на базе архитектуры Ryzen 5. Как бы там ни было, стороны все-таки не пришли к общему знаменателю, и C5 осталась независимой. Несмотря на неудачу, Intel присоединяется к глобальной организации РИЗК 5 International на уровне членства Premier. И также она создает инвестиционный фонд с бюджетом в миллиард долларов для развития рынка РИЗК 5. Данный шаг является частью стратегии IDM 2.0 и должен помочь контрактному бизнесу Intel Foundry Services по выпуску процессоров на архитектуре РИЗК 5. Своё желание сотрудничать с Intel уже высказали компании из экосистемы РИЗК 5, а именно Endos Technology, Esperanto Technologies, Vento Microsystems и C5. Intel также анонсировала Alliance, IFS Accelerator, предоставляющий доступ к услугам проектирования, интеллектуальной собственности и инструментам и технологиям разработки полупроводниковых продуктов. Таким образом, Intel хочет стать не просто производителем, а передовым поставщиком услуг в отрасли. 11 февраля состоится конференция разработчиков эфира, а сейчас стало известно, что тестирование Kintsugi почти завершено. Энтузиасты и профессионалы нашли несколько ошибок, но ни одна из них не являлась критической. Некоторые изменения уже были внесены, а часть активируется на финальном этапе тестирования. Разработчики эфира торопят сообщества энтузиастов, поскольку тестирование подходит к концу, а значит нужно как можно быстрее передать результаты специалистам. По словам ведущего разработчика эфира Тима Бейка, сейчас было принято решение отказаться от аббревиатуры Ethereum 1.0 и Ethereum 2.0. Случится это не сразу, а после слияния, которое называется теперь Ethereum Shanghai. Ожидается, что сроки перехода будут определены уже 11 февраля, а следом за объединением двух сетей будут активированы несколько хардфорков. Учитывая как торопятся разработчики эфира, то отказ от майнинга действительно случится уже скоро, а дату действительно могут назвать 11 февраля. С высокой долей вероятности это не случится в один день, ведь реакция майнеров будет резко негативной, что может повлиять на курс криптовалюты. Скорее всего хардфорк Shanghai будет медленно набирать темпы снижения выгоды от майнинга. Студия Vostok Games, основанная выходцами из GSC, собирается отключить серверы условно-бесплатного сетевого шутера Survarium в конце мая. Создатели Survarium поблагодарили всех игроков за поддержку, конструктивную критику и за время, уделённое игре. До конца марта проект будет функционировать в обычном режиме, а авторы продолжат выпускать обновления. В начале апреля Vostok Games прекратит оказывать техподдержку и отключит монетизацию, после чего начислят всем игрокам по 50 тысяч золота и 500 тысяч серебра. А уже в середине мая в Survarium начнётся событие, посвящённое закрытию игры. После завершения мероприятия серверы будут отключены и из магазина Steam проект тоже уберут. Продажи портативной приставки Steam Deck начнутся 25 февраля, но первые обзоры уже вышли. Из обзорщиков никто не смог добиться от Steam Deck обещанных Valve 8 часов работы. В тестах батареи приставка умеет жить два часа в Devil May Cry 5 на высоких настройках с vSync. Или, например, три часа в режиме воспроизведения видео с разрешением 4К, частотой 60 кадров и 50% яркостью экрана. Обзорщики говорят, что приставка без проблем сможет обеспечивать 4 часа беспрерывной игры, но если у крана Steam Deck частота обновления снижена до 30 Гц. Но обратной стороной плохой автономности является высокая производительность Steam Deck. В тестах консоль Valve сравнивали с Aya Neo и GPD Win 3 и Steam Deck оказалась значительно быстрее. Еще отмечается, что Steam Deck предлагает гибкие возможности настройки процессора Iris, включая возможность отключения некоторых ядер APU. Путем отключения двух ядер можно на 20% поднять производительность консоли в одной из первых сцен игры Control. В большинстве случаев, конечно же, это не требуется, однако у нас будет возможность покопаться в настройках консоли. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком и подписаться на канал, чтобы не пропускать свежие новости. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает ролики. До скорых встреч, друзья.